Контракт, как обычно, расторгнуть, то есть цель сеанса расторгнуть контракт и вернуть весь мой потенциал, косяки убрать, наладить гармонии и процветания. Виктория, в эфирном пространстве, что ты видишь? Вижу какую-то штуку, которая вот так крутится, как барабан. Кто-то как тянет из сектора интерферентов. Какая-то программа, которая вот, она считывается, слышу живот, как будто бы этот барабан внутри какого-то пространства. Считывается это пространство как живот. Хорошо, разберемся. Отсоединяйся от стихи всего. Поднимайся вверх. На счет 30 в эфирном пространстве. Мое эфирное тело, Евгений. 1, 2, 3. Да, я тебя вижу. Такой огромный. Вижу у тебя вот где правое плечо. Какая-то черная энергия в руке. Вот здесь точка есть. И тянется в сектор магии вот так вот, как вожжи. И тут волны такие. А рука, это как бы не твоя рука. Я смотрю, а твоя рука вы там отдельно. А это как рука. Такая программа. И держит вот так. Это рука такая, естественно длинная. Вот на уровне, вот так в левую сторону держит какой-то вращающийся шарик. Черная с каким-то как серебряный там цвет. Вот. И подключка от этого шарика идет в сектор интерферентов. То есть это этот шарик в секторе навязанных программ. Слышу утилизация отходов судопроизводства. Чего только тут не увидишь в эфирном пространстве. Да, интересно. Хорошо. Отодвигаю все эти ситуации, программы. Да. Считаю, Виктория, моё эфирное ДНК. Я ли это? Да, это ты. Спроси у меня разрешение потрудить со мной для меня. Ты разрешаешь. Так. Что там у нас было? Вот этот шарик. Так. Рука держит. Так вот эта рука, чья держит, хозяина этой руки, приказываю проявить согласно физической ДНК. Появляется такой образ, это дух такой, расползшийся такой, с огромным ртом, чёрный, а во рту держит, как будто бы кусает человеческую фигуру. И так куснул именно где шея. И человек полетел туда, как в пропасть вниз. Что это, Виктория, за фигура? Как она считывается, которая полетела в пропасть? Посмотреть, или это фигура, которая чёрная. Кто это такой, может, сначала? Так, ладно, хорошо, вот этому духу расползуешься, который я ему приказываю отвечать, кто он такой, суть его. Он говорит магнетизм, устройство, антимира. И он связан вот из сектора магии. А вот внизу там я вижу, как этот человек полетел, и там такое пространство, как бы не тёмное. Вот эта энергия этой фигуры человеческой полетела, оно такое, как свет, как светлое пространство. Орёл такой светлый полетел, а там такой, как платформа чёрная, круглая. И я вижу, как этот человек начинает как будто прыгать. Вот как, знаешь, магнит плюс и минус. Я вижу, что у него, то вот так он как будто бы примагничивается то ногами, то потом вот так, шух, головой, то ногами, то головой. Такая дуга образуется между ногами и головой. Как переключатель. Я вижу, что этот диск внутри, он крутится, он вращается как-то и меняет полярность. И из-за этого, что он крутится и меняет полярность, то... О, я слышу, человек околбасит. Так, а кто этот человек, приказывает ему человеку назваться, кто он такой? Я слышу, номинальная личность. И привязана она, вот так, подключка идет к сектору магии тоже. А что означает номинальная? Угу, считаю, что это обозначает. Я слышу, каждый. То есть, это программа. Это как, знаешь, как готовая еда, матрица, трафарет, в которой уже можно втиснуть кого угодно. Так, а в секторе магии? Приказываю ему проявить согласно физической дынке, кто находится в секторе магии. Что-то там, разрыв, слышу, разрыв. Какая-то энергия странная. Считывается как разрыв шаблонов. А над этой программой, как будто бы стоит в черном плаще какой-то колдун, ест эту энергию, которая считывается как разрыв шаблонов. Приказываю этому черному колдуну называться, кто он такой, как мы его знаем. Он считывается как демиург, сатана, то есть противник. А противник, я подумала, чего противник. А я слышу, божественного порядка устройства. Антимир. Хозяин антимира. Устроитель, я слышу, устроитель антимира. Угу. Приказываю этому демиургу, отвечаю, что он делает в моем пространстве. Вот идет от него подключка, вот к правой, вот сюда. К точкам. В руке. Я посмотрела, куда, и там есть такая, как колбочка сухожилия, которая вращает руку. Держит руку в этом. Там такая, как колбочка черная. Что это за энергию? Он говорит на право, что он, ой, улетела. Вернись. Направление. Управляет направлением движения твоей руки, твоего сознания, твоего творческого потенциала. Вот здесь в руке. А вот твоя рука, божественная, сияющая, она вот так как-то висит. А вот эта черная рука, она вот так тянется к этому какому-то ублюдку. Вот это, что вращается, эта программа. Так, что это за подключка вот эта? Когда она появилась у меня впервые? Давай посмотрим, что происходило на физическом плане. Я слышу вот так. Он меня поймал. И вижу мальчика, ну, лет десяти, семи, вот так. Которого вот так поймал вот этот... Дух. Вот этот черный дух, который справа, возле правой ноги. И как в рот, как будто перекусил вот так. И вижу, как... Да, это демиург. Это его конструкция. И вот этот мальчик полетел туда вниз. И началось вот это движение. Вот именно правая нога почернела вот этот имплант, на котором, как магнит, то ногой, то головой, то ногой, то головой. И сразу же вот образовалась вот эта подключка. Вот здесь. Так интересно, интересно. Сейчас. Давай я это заморожу. Сейчас тебе что-то скажу. Заморожусь в эту ситуацию. Так, мне было сколько? 23, наверное, года. Сколько тебе было лет? Так, когда мне было 23, сколько тебе было? 7 лет. Вот. В это время, когда мне было 23 года, тебя было 7 лет, в этот момент, у меня ни с того и ни с сего вылетела рука из... руки, обе. Из этих суставов. Из суставов. Я была у мамы в гостях в Крыму. Потому что я уже во Львове жила в то время. Я приехала к маме, и у меня вылетели эти руки. Но я знала, что нужно лежать на столе. Я спала на столе, потому что боль была просто жуткая, особенно правая рука. Вот. Но оно не вставилось. Потом я поехала в больницу, мне сказали делать операцию. Я говорю, какая операция? Мне нужно ехать. У меня отпуск. Нет, я к доктору поехала, не к кастоправу. Вот. Они там сделали мне рентген, хотели оперировать. Ну, как я отказалась, то они меня послали на какой-то аппарат, прогревание. Короче, оно мне за первый же раз все ушло, и больше не повторялось. Никогда. Давай посмотрим. Нет, это мы посмотрим потом. Я это уже вижу, что это связано. То есть, вот на тонком плане я это почувствовала. То есть, это произошло с тобой, и это произошло со мной. Угу. Так. Ну, давай разберем, мы же тебя смотрим. Ну, хорошо, я думаю, мы выйдем к этому кармической. Угу. Давай посмотрим, Виктория, этот, когда у меня это произошло, эта подключка. Да. Что на физике с этим мальчиком произошло. Так. На физике я вижу, как ты хватаешься за живот. Вот так, двумя руками. И это вот правая рука, она вот как черная. Какое-то слово идет. Ну, ладно, что же оно. Вот так хватает. А, она черная, как уголь. Почему-то уголь идет. Угу. Как уголь. Я вижу, что тебе как будто бы эфирная операция. Угу. Так, сейчас я посмотрю, что на, что на физике в этот момент произошло с этим мальчиком. Ну, я вижу, что ты заболел. У тебя как будто температура. Мама меряет температуру, ну, потрогала за лоб. Вижу вот этот термометр. Угу. Угу. Террия напала на тебя, тебя, черная. Ты схватился вот так за живот. Тебя как будто бы резануло по животу. Вот. И полетел ты туда вниз. Угу. И какой-то ужас стан застыл. То есть ты попал в какое-то жуткое место. И я прямо вижу и слышу, оперируют. Я вижу такие сущности вокруг. Серые, большие, высокие, серые. А, и там маленькие тоже есть. Как будто этот операционная. И какие-то лучи. Вот отсюда какие-то лучи. И они вот так лучами. Вот так. Такой звук какой-то странный идет. И там такие лучи направляют в живот в разные точки живота я вижу они что-то вынули из низа живота где низ живота какой-то что что-то вы вынули и вот так вот положили как на поднос серый маленький так что это не вынули приказ вообще кто там главный приказы самому главному кто делал операцию отвечать кто он такой пусть покажется отвечает появился какой-то какая-то сущность называет себя монархом одновременно находится секторе магии секторе интерферентов выглядит очень странно а кто такой монарх какой-то волосатый как жук какой-то с усиками такими как те бабочка монарх монарх и как особо есть и как бабочка махаун это бабочка он мохнатый такой странный это его я слышу физическая сущность духовная сущность это он черный считывается зверь как зверюга какая-то черная духовная сущность и глаза у него такие моргают вот так приказывает нам у махаун отвечать что он делает с этим мальчиком цели этой операции какого приказываем отвечать он говорит что ему нужно тебя кастрировать когда я подумала почему кастрировать я вижу что вот это что-то они вынули серой такое из вот так ну вот как у женщин вот как бы в области права по яичника вот что-то оттуда а там где вот сейчас что-то отключить там в области где печень и там какой-то желудок и печень там где вот так вливается желчный пузырь это не пузырь соединяется где-то в кишечник вот там где-то есть на в качестве железа да какая там список ну я слышу отключить и меридиан пошел вот этот здесь образовалась какая-то катушка ну вот это как колбочка такая намотанная черная нить которая время от времени вот так я когда я посмотрю то она такая как ртуть становится переливается и тянется вот к этой программе вот здесь это навязанная программа я слышу самопожертвование саможертва самоуничтожение саморазрушение когда я смотрю на твою руку слышу бессилие она вот так просто как будто телепается светлая такая за падежки такой длинной как рукав а вот это черная рука она активничает и вот она связана с этой живот так а что такое же вот посмотри что это значит почему-то идет вот эта животина это слово по моему так животных называют скот скотину я слышу нет я слышу пространство по фирмам пространстве это внешнее пространство это как скажем так я слышу циклы перерождение какой-то как место такое ну скажем так ну вот идет снова это я смотрю центр животины этот сектора магии который там очень активно делает я слышу химическую операцию кто это все при магии находится приказываем проявить согласно физической днк вот этот демиург который выглядит как мохнатой да и я слышу превращение превращение так от чего приказываем отвечать что за превращение он делает что это он химичит приказываем отвечать в твоем личном пространстве или вообще связано с этой животиной так ну давай поймем что он с тобой сделал тогда поймем что там приказываем отвечать что он химичит моем личном пространстве я вижу как они тебя там этого мальчика переворачиваются на живот и делают я слышу химеру химера вот эта химия химера что-то делает на позвоночнике а она считывается как отвлечь ткать отвлекать а твое высшее я смотрит на это и как-то это все странно выглядит не выглядит реалистично вижу что еще какая-то идти вот волна вот эти вожжи вожжи управления в сектор магии так кто это управляет этими вожжами приказываем проявиться но я слышу химера и вижу там а то фигура такая как рыбка лежит белого цвета такой знак круглый символ красный какой-то и какой-то и какая-то вот эта черная химера превращение животного в человека зверя человека я слышу принять вид человека так кто это так это цельнадзор вот так и звучит а вот его вот моно лежит он сзади нее стоит а этот символ цельнадзора между ними вот так моно лежит он стоит а вот так как портал открытый твое пространство я слышу готовиться к наступлению приказывай этому или отвечать какому наступлению он готовится говорит эры хаоса я вижу как из нижнего портала буквально как вырываются такие духи разные сейчас я им говорю стоп хочу рассмотреть что это за духи какая-то синяя дверь круглая такая это их помощники вижу медсестрица с такой фигурой как задница такая огромная с подключкой прямо в задницу белая потом этот синий какой-то синий как джин черные какие-то шарики они как дробь такая плотная очень тяжелые вот это это вся их даже не воронка снова повторять на можешь вырезать потом она считывается как родство вот думала что за слово это откуда она идет вот этот куда все с магией идет это все магия эти все матюки снимали считывается как мошенничество проституция какая-то торговля как торговля и как будто кто-то кидает такие как как кости считывается и кому жить кому не жить то есть это вся их вот эта система порабощения короче местечко еще то илья ему на в этом всем огромном пространстве такие крохотные они думают что они какие-то важные они такие микроскопические в этой всей системе вообще как ничто а система конечно огромная и вот это какое-то пространство которое считывается как живот животина сейчас я посмотрю сейчас не разложу его на на шкале где она находится на ментальной карте это находится я слышу в руках дьявола она вот так как шкала по вертикали по горизонтали то вот с левой стороны это пространство и тянутся ниточки этого пространства вот к сектору первотворца а там как будто бы вот эта корова зиму вот этот цвет и они доят буквально доят вот это живительную энергию как с коровы молоко вот почему индусы они это священная корова да а это я свет слышу свет первого творца свет первого творца и они вот от этого света они просто вытягивают такие лучики и затягивает эту энергию и на эти их слышу скоробей то есть это вся программа уничтожения человеческой души я слышу человеческой расы вот это все потусторонние сущности и это вот связано с этой рукой а я слышу сейчас что я только мельком подумают сразу мне идет ответ почему у меня тогда проблема с рукой вдруг случилось я слышу что я почувствовала связь энергетическую связь с этим моментом да с тобой буквально я слышу что я увидела увидела боль моего сына и боль отлучения от божественного света тебя зато затащили в тот момент в этот это как барабан такой как подоворот барабан этот барабан он кому вообще принадлежит это сатану сатана дьявол это их вся система а эти все они все там задействованы давай посмотрим снова вижу этот момент это эфирные операции но я предполагаю что там ничего такого а может и есть какие-то серые серые это как вспомогательные программы рисуется часто этих с миндалевидными глазами да да они так и выглядят между прочим но сущность или это или просто энергии или как программы ну сказать тяжело сущности мне идет есть все-таки такие сущности скорее всего порабощенные которые приволок это демюрка с других это его да я слышу акты его творения это каждый дворец творит по своему образцу но человек рождает к но этих ребят деточек человеков они котят а кошечка рожает котяток демоны рождают то чем они наполнены то есть вот так вот но они бы вообще уже все там издохли если бы они вот нить не до или эту священную вселенную так сосит что есть все света так а с чего они дают это откуда где источник чего дают дают ну вот это вот этот барабан эту энергию они подпитывают этот барабан вот эта система которая называется живот на это я вижу что идет там как перемалывание человеческих душ и эту энергию которую они воруют они используют для того чтобы эти колдуны и маги имели силу возрождаться как люди как человеке то есть чтобы эти духи которые по конам все света должны быть уничтожены потому что ничто несовершенное не имеет право на жизнь то они таким образом как бы обманывают все свет да то есть он и коны и проползают вверх то есть рождаются эти колдуны которые я вот я буквально это вижу они внутри вот эти сущности как демиурги то есть как его дети эти духи это я слышу воплощение зла а человеческие души теряют свой потенциал и превращаются я вот так слышу крепости вот они закрепощены на психическом уровне это вот эти психоэмоциональные блоки на энергетическом уровне это проявляется в задержание энергии в чуждых пространствах и чуждых руках чужаки они а на физике эти души еще человеческие тела живут да вот мышь тебя рассматриваем ты же живешь и это проявляется в болезнях так а вот это пространство то есть этот живот что-то имеет общий с шелом что шел вместо мертвых душ это в одном и том же находится с секторе шел имеет такую подключку она вот такое как какой-то туннель который идет в сторону и там это как это как отдельные эгрегоры отдельное пространство и там уже идет шел а еще такая черная такая труба там идет вниз вообще идет как утилизация вижу что там идет как будто фабрика такая и эти души которые там долго находятся в этом заточение заточение они теряют некоторые души свой потенциал и их просто вот как ненужных вот так за ноги за руки и бросает в этот черный портал на утилизацию и что они там полностью анагалируются уничтожаются у них нету потенциала чтобы выжить вы совершенно полностью они потеряли полностью свой энергетический потенциал я слышу к самопроизводству и уходят на утилизацию их души они в туши я вижу считывается как потерянные души они такие как зомби блуждают вот там их используют как хотят они так блуждают и сами не понимают они себя не защищают не осознают себя кто они я слышу директивы то они только принимают директивы команды поднимают они не понимают человеческие чувства любовь сострадание там совесть это отсутствует они только директивы они чуть они только реагируют на команды вот этих понятно кого интересно хорошо давай разберемся с этим эфирным операциям посмотрим что происходит этот махун какую операцию делать с моим эфирным тело чего-то его маха он называешь каком-то виде он ты вот так назвала вроде давай называть как он прозвучал а монарх монарх блин почему я подумал маха он бабочкой вот эта бабочка монарх она вот вот эти циклы она живет там один день по моему и является символом как раз эта бабочка монарх является символом передачи генетического несовершенства вот этих рукава но где-то 60 лет назад циру это исследовали эту работу операцию ну это как как они используют негатив человеческий для управления человеком вот поэтому вот это так она идет видишь как они работают с телепатами добывают информацию а потом используют ее для своих целей а люди об этом не должны знать конечно у них целые отделе отделы там телепаты что у кгб было что в канаде было это исследование а использует очень активно вот спецслужбы хорошо вот этому монарху приказы отвечать что он вытащил из моего эфирного тела пусть показывает приказами мы это сделать он говорит родословно я я так слышу родословно я а что и такое родословно я слышу так утечка энергии я вижу там в нижнем пространстве вот куда этот мальчик падал там такой как место я говорила что там сияет все да это насчитывается вот как утечка и она вот так как течет энергия туда и там такая как энергия рода и через тебя идет вот связь с первоисточником это то место куда образно говоря дает эту корову то есть эта энергия родословная так дальше еще идут смотрю я слышу как доказательства принадлежности к роду святых чистых да понятно это вот этот как скажем так место это эгрегор он центральную часть занимается в этом барабане все подпитывает эту систему барабана это который там называется живот и который играет роль превращение то есть перед воплощение демонов демонических духов в человеческие тела которые этот дух заставляет магичить и делать противные вещи противные чистой вселенной или творцу у кого как вот и удерживает человеческие души там а также утилизирует вот это понятно викторию что еще происходит на этой эфирной операции так что-то тебе отключили я вижу это одновременно происходит я слышу так отключили и это вот где-то вот здесь там где желчь входит в какой-то канальчик но я не хирург не могу сказать но я это вижу и одновременно вот так где голова вот сюда где висок сюда центр принятия решений и там где центр принятия решений она тоже связана вот так как то и вот так с этим механизмом и этот механизм как бы испорчен вот этот меридиан черный ты знаешь что это такое вот этот меридиан это меридиан творца это соответствует проявлению воли своей и творению воли превращение я слышу так живой материи живые существа получается что вот это механизм это чувствовала что нам нужно освободить творца в себе не пришло вот это на название на каком-то храме ты бог иди и твори так вот это делай спорчено подписывали контракт виктория с кем насчет всего этого ну я вижу что когда этот эгрегор тебя коснул и ты туда полетел почему-то вот так кричишь я маленький мальчик да ты болел температура я маленький мальчик и ты говоришь мне некому защитить и как такая связь пошла сразу со мной я слышу с матерью и тогда это как по пространству так как импульс такой как полетел и я буквально себя вижу как меня это как уколола вот сюда так почему это было связано с тобой каким образом это повлияло на тебя но я же тебе рассказывала я помню почему ты это почувствовала неправильно я слышу что я мать великих богов мать а почему мать великих богов земных богов а вот оно что я вижу что от меня пошел рот великих богов земных богов вот это я слышу эфирия урания эфирия это наверное так и есть урания то есть это как женская часть верная ну ладно не буду выдумывать буду говорить что вот слышу вот этот мальчик который говорит что ему его некому защитить давай поговорим с ним почему он так думает что его некому защитить я вижу как ты его достаешь оттуда но он давно уже там оттуда очнулся от этого и уже давно говорил там не уже типа пора но мы все это хотим рассмотреть все ему говоришь вот твой отец и вот так его берешь и как бы к первого творцу показываешь а я говорю а я твоя мать вот и надо все карму отдать этим отменить эту эфирную операцию отменить эту болезнь давай посмотрим зацепку почему я заболел так я вижу что у тебя во рту как будто бы такая какая-то ниточка разноцветная даже как не ниточка какой-то шланг такой который тянется из сектора магии и он такой разноцветный красный оранжевые черные пятна да я даже слышала вирус вирус где эта ситуация где это шланг впервые появился у меня в пространстве что происходило на физике но я слышу болезнь и я вижу что это вторжение естественно что никакого шланга на физике не было а это так энергии я вижу считываю я слышу болезнь принял принял заболевание но это ребенок болеет я вижу инфекция в горле вот эта инфекция в горле она такого имеет плотного почти белого цвета как вот это моно на нос так почему я позволил принять это заболевание где зацепка слышу эфирный контракт эфирный контракт на разрушение посмотрим что это за контракт когда он был подписан так отсоединиться от этих операций за викторию заморозим эту операцию пока до заморозила хорошо давай посмотрим теперь где этот эфирный контракт на раз сказала на разрушение мира я слышу как шушу каются кто-то как будто бы две планеты шушу каются между собой что это виктория за планеты как они считываются название как мы знаем так сейчас одна большая одна маленькая одна вот большая слышу земля другая такая ниже находится на такая черная идет уран и от этого урана идет такая подключка сектор интерферента эти две планеты между собой говорят давай послушаем о чем они говорят уран говорит помоги мне уйти с преисподней подняться на высшую орбиту развития и говорит уйти от деспота говорит показывает ноги это планета что от этой планеты такие такой шлейф тянется черный она говорит освободить ноги с преисподней тело так что земля отвечает она говорит я приму бой и она крутится земля такая светится вся с атмосферой такой большая 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 а уран почему-то такой маленький черный весь в этих этой энергии которая тянет его туда вниз и и уран говорит что его расплющили создали с него магнит магнит худу какую-то эту волну черную которая как магнит притаскивает притаскивает но чанит и он показывает вот этот уран что там есть такая его сияющая энергия которая в плену эта энергия урана в плену а да уран говорит вот так как будто бы руками своими вот так протягивает и говорит это мой дух к говорит мое живу по моему живу или жил его или же его живо живо вот так говорит так а почему уран потерял эту живу эту энергию в дух он снова говорить что их захватили безбожники отрицающие живо это захват как-то связан с этим контрактом и на разрушение да связан я вижу вдруг когда вот эти две планеты говорят появляешься ты большой такой секторе миссии и одежда такая как ну свободная такая какая-то и ты руку свою положил вот они между собой договариваются ты сверху руку положи так какое отношение имею к что это означает что руку подложил я слышу что ты творец жизни вот этого жива духа что там где жива там и ты снова смотрю земля обернулась приняла бой а где сейчас это жива находится а вот это что я видела это в пространстве в космическом этот грегор или как это его назвать место живут который называется она все там перерабатывает перемалывает и превращает человек ческие души в животные я слышу в дикие а дикие демонические энергии превращает то есть им тело нужно получает замен замена здесь люди теряют тело свое и способности жить они уходят на утилизацию их телами уже пользуются эти духи которые распространяют это зло образом дает становится сами же участниками поглощение светлой энергии завоевывают светлую энергию вселенная получается а в какой момент что-то получилось произошло с планетой уран когда она потеряла эту энергию она потеряла свою траекторию она начала вот так крутится вот так как потеряла свою на нее было воздействие какое-то пучок энергии пошел агрессия была на нее я слышу что уран потерял свою концентрацию и начал крутиться и как бы с шел с своей орбиты я слышу что потерял связь потерял связь и начал вот так крутится образовывается такой как вихрь который затягивает всю солнечную систему вниз искажает вот этот магнит там проявляется и искажает все пространство она как воронку образовала такой портал до этого энергетического удара как выглядел уран там была жизнь я слышу жизнь везде была я вижу что вот наша солнечная система она имела другой вид она вот так имела вид такого шара они вот такая плоская а что наш плоская в основном эти планеты по плоскости он говорит что у пластилину сделали плоским когда ты спросил была ли жизнь то я сразу вижу что там было вот как в таком шаре как а сам электрончики бегают и так спокойно сразу стала такие энергии спокойно и счастье такое а сейчас она вот все по кругу крутится и тянется вот так вниз энергии богов творцов именно там находится я перевожу на украинский слышу увязнится увязнение то есть в тюрьме вязнится это очень нужно вязать до связывать очень четко описывает характер но характеристику завязаны эти кармические и вот я вижу это какое-то ты сверху руку положил на их союз слышу помощь так а вот этот удар по урану энергетический кто нанес этот уран то есть этот удар энергетический приказываю ответственным за этому удар проявиться вижу секторе магии сначала проявился такой зеленый как лягушь а потом он начал прыгать как прыгают обезьяны считывается деградация вот именно выходцы из этих анти миров и я вижу борода длинная колпак плащ это демиург это дух демиурга а на физике сейчас я присматриваюсь вижу эти глаза шары такие это илья это он приказывает ему ли отвечать или кто это за ним зачем он нанес по урану этот удар он показывает на этого духа который ребенка уснул сажирал и говорит что на но нужны другие или чужие территории то есть идет такое как забрать нажраться зажрать вот так захватчик короче да так понятно так а кто представлял в этот момент когда был удар планета уран урания я вижу вот эту нарисованная урания сидит так а давай спросим у этой урании почему она позволила нанести удар поэтому урану она говорит это не мой дефолт какие-то меж галактические союзы так она вот так в секторе миссии сидит и говорит не мой дефолт и показывает на планету землю а от этого урана идет такая подключка как будто просверлили про жужжит такой портал просверлили портал через который проникают на землю чужаки а ты и я мы споку мы не мы как бы представляем интересы вот и как бы от имени земли а я от имени урана почему почему на тот момент я вижу сейчас что уран полностью вот так как закрыт просто черная энергия такая а он находится там внутри а там беженцы я слышу с урана беженцы и где они я вижу что были открыты порталы для беженцев так откуда куда вел портал с урала ой урана с урана с урана на землю открылись порталы и туда полетели беженцы я вижу что вместе с ними с этими беженцами вот эти черные монстры такие как из пятого элемента вот эти воинствующие цивилизации вот эти я слышу под прикрытием также вот эти все колдуны а на планете земля не было колдунов не было магии было творчество и я вижу как буквально вот этот образ этого демиурга и этого колдуна с этим плащом с бородой и что на физике сейчас это как проявляет этот дух илья ну я скажу что и все другие эзотерики вот эти колдуны это мы просто его знаем но не просто мы его знаем у нас личные дела с ним он протягивает сквозь этот портал руку и сразу в рот и так у нее его рот начинает весь светиться той энергии светящийся которую они он схватил он украл мону тогда это когда это он украл мону вот тогда я вижу как он затащил ее в рот это было до переселения этих урановцев или после я не знаю я вижу что у него она светится во рту так и кто это беженцы с урана сейчас кто они такие национальности ли где они находятся я вижу что это под видом переселенцев были заселены я слышу чужие они как будто бы крадутся так знаешь как идут эти спецназ вот они вот так я слышу мыши открытие под прикрытием то только что является их ним прикрытием беженцы но люди какие-то наверное так эти беженцы эти души где сейчас территориально живут везде живут они расселились и они черные и они все под управлением этих демонов потому что они уже получили свои контракты они еды и части да я вижу они вот в этом желудке так называемым да в этом животе и теперь они их используют как оружие понятно лишь что они сумятицу принесли сумятицу сумятицу замешательства какое-то смешение родов пошло вектор я считаю информацию вот этот портал переселение это беженцев сколько лет назад это произошло событие так мне идет потому что я знаю 6 что 6 тысяч лет назад это идет от меня я хочу считать истину из эфирного пространства я слышу замешанное летоисчисление 40 тысяч лет назад идет 40 тысяч лет назад понятно но так полагаю что временные эти обороты тоже сместились все сместились все сместилось и смешалось ясно хорошо викториан давай подсоединись от этой ситуации давай посмотрим вот эту ситуацию когда я положил руку на вот этот союз земли и уране урана урана на земле я просто вывозили тебя стою это я представляю землю да а ты представляешь уран так получается сейчас я посмотрю посмотрю викторию да-да-да-да-да твоя рука там есть руку а может мой контракт отдельно будет надо будет посмотреть потом хорошо давай с моей стороны посмотрим что мы вышли за пределы мы вышли да я вышли за пределы я слышу за пределы разума ну вот это сияющие энергии этого чистого пространства и вошли в угрюмое пространство антимира я у тебя считываясь как просто помощница как инструмент к которым ты пользуешься а цель твоя вот эти сияющие души вот этот род богов освободить потому что нам это да какое-то мужское начало было уничтожа уничтожается мужское начало это сила это воля это сила вот почему я видела как эту эфирную операцию как будто бы вот из я и я не знаю мужчин там тоже какие-то там есть органы наверное детородные семейники наверное что-то такое есть мы семейные семейники может простота там что-то такое нет это именно вот с правой стороны там где у женщины яичники правый яичник вообще страны конечно что вообще эти не важно то наверное какой-то даже мы смотрим на энергетическом уровне может там какой-то центр энергетический да мы вышли то есть вошли в это угрюмое пространство чтобы освободить дух какой дух какой дух вот этот божественный дух который я слышу циркулирует который развивается дух творчества дух жизни вот этот живо же живо что живет живу она не слышала также его живо так хорошо виктория о чем мы договариваемся я слышу отомстить упырю как мы планируем это сделать постепенно я слышу добывая вот буквально как бы знаешь когда бывают полезные ископаемые копают копают добывая то есть и мы вот это пространство темное между которая вот ведет к этому эгрегору где-то эти души божественные и только ниточка такая связывает с первоисточником мы как бы копаем помогая этим ниточка а теперь понятно что это к этой корове зимун этих ниточек так много так это много богов которые связаны каждый творец который погребен и который забыл что он творец и думает что он раб вот мы помогаем как бы разбиваем это темное пространство и она освобождает эти каналы связи с первотворцом с их высшим я помогает вернуть творчество творчество чтобы творить реальность а не ныть колдуны не ноет они колдует вовсю ну план понятен в принципе постоянно идет мне 1 50 уже какая-то красная энергия которая вы так там где моно лежит вот илья эти там все эти духи это все в одном месте она как как матрешка одно в другом а там такой какой-то красный переливается какая-то штуковина она связана а это тот же шланг который тебе в рот разноцветный разноцветный вот оно что а это там кружится и кружится так а что это на физике то есть это вот связь с этим антимиром это вирусы это вирусы я слышу программирование это как раз энергии программирования на на все плохое и что это ага я вижу что этот символ цельнозора это как раз есть символ этого портала и ты мне показываешь что он находится вот это как у людей крат ну . как третий глаз это как раз закрывает видение реалистичность я слышу то есть способность воспринимать реальность такой какая она есть и я вот это слышу у ублюдничество то есть вот эта энергия ублюдков людских кто такие я слышу пренебрежение иконов справедливости чести достоинства вот это здесь замешательство блуд вот это все твою руку вот эта черная энергия которая водка вы рисует этот знак я слышу вас но воспоминание вспоминает то есть вот эти связи с этим цельнозором с его магией всего этими самим это воспоминание она как триггер кто я и одни встали на его сторону потому что они пришельцы они с ним пришли завоевать наш светлый мир а другие вспомнили что они защитники божественных миров и разделились по обе стороны одни защищают вот эти эгрегоры вот эти черные энергии магические которые уничтожают душ и другие встали и защищают интересы этих светлых душ чтобы помочь им выбраться таким образом освободить уран освободить землю всю нашу солнечную систему чтобы она вышла с этой плоскости и стала снова шарообразной то есть вернуть прежние настройки да хорошенький триггер такой так хорошо где мои это где этот контракт где эта зацепка как освободить нашу землю и солнечную систему где это было вижу в детстве когда ты вот там заболел а я это все тоже услышала по этим по нашей нейронной связи по нашей телепатической связи мы все тогда услышали кому нужно и я вижу что ты вытаскиваешь изо рта вот эту как шланг такой глотает такой шланг чтобы посмотреть что там желудке матрицы но вытаскивает этот шланг вытаскивая ее и отказывайся от этой операции и я вижу как ты отказываешься болеть убираешь от себя этот термометр я вижу слышу горячка то есть это красная температура ушла и я вижу что ты взял вот своей рукой божественной рукой и что-то там раз ковырял в этом секторе магии достал какую-то черную энергию и говоришь уйди в преисподнюю кому это я сказал приказываем проявиться это такой какой-то считывается как червь такая энергия как вирус я вижу что через это заболевание это как вирус с преисподней пошло вот это программирование они же со временем то манипулируют они таким образом тебя как бы нашли вот и завязывают и вижу что из вот этот илья он именно на этот он же выискивает как это подло низко и мерзко искать быть тем на кто работает колдуном на стороне антимира для того чтобы выискивать у человека его навязанные фобии его программы то есть вытаскивать все самое худшее что сами когда-то и навязали это нам подло мерзко это вообще и вытягиваешь этого я вижу что ты снял эту как шапочку с него эту черную о и у него шапочки это черный нет это магию и засветилась такая как голова как полумесяц такой торчит какой-то рок и блестит вот как месяц блестит мусульманский как этот полумесяц но только до половинка только этого полумесяца верхняя половинка такой рок торчит понял вот и в этот момент он его это черная энергия вот так начинает сильно трястись и сильно трясет моно я передаю мони это моя сестра физическая и передаю информацию чтобы она освобождалась от этого упыря доставала ее энергию если она естественно хочет вот и и я вижу как ты буквально как всплевываешь уже в этом времени когда ты был взрослый и поддался на этих помощников на эту всю фигню ты всплевываешь это и вижу как вот эта рука которая ты положил которую ты положил вот эта черная рука потому что это же принуждение то есть это они затянули и они вынудили нас помогать спасать тех кто-то беженцев и это черная рука это как принуждение эта энергия принуждения уходит я вижу как отламывается у тебя вот эта фигня и вижу как вот эта операция фирмная в детстве ты переворачиваешься снова выходишь эти импланты уходят и так как будто разгребаешь какую-то эту и достала рассчитываешь живородящий труд вот эту энергию живородящую и положил вот туда на место и когда ты положил на место вся твоя нижняя чакры вдруг моментально как начали сиять вот так и тебя просто вынесла в другие измерения я так и услышала и также я увидела как отменилась мое вот это воздействие я была молодая но то так странно было ты понимаешь меня рука просто выпадала а низко он сказал 10 процедур я сделала одну процедуру больше туда не ездила и все сразу прошло как триггер как это интересно но карму отдавай всем карму за вторжение я вижу как-то берешь этот уран и вот эти черные энергии она прямо как скорлупу такое прям такие звуки как будто орех какой-то расчищаешь и взял и вот так раз и поставил его куда-то на место так и считывается на место на орбиту на его орбиту и вот так берешь и вместе с этой штуковиной с этим заблокируем то есть этот блокирующий меридиан эти энергии уходят вместе с этим с этой спиралью которая удерживала уран на его орбите и вот это магнетизм этот я вижу как он сплющился вот так все вот так сплющилась и вот эти сияющие энергии захваченных душ они начали друг другу они вот так прям просто выскочили вверх ну что это вот это портал который как спираль она вы так сплющилась и получилось так что вот эти темные энергии и вот эти светлые все на одной плоскости очутились и они просто вылетели вверх да я слышу освобождение душ с этими беженцами что произошло этим беженцам какие сейчас я вернусь эти беженцы им нужно передать информацию потому что я не могу их всех посмотреть за один раз они же там разные для начала хорошо передаю им информация нужны алгоритмы освобождения информация сегодняшнем сеансе некоторые я вижу снимают такие какие-то колпаки с такими вот какими-то как фото такое что-то на на таких пиках на головах эти роги роги сила дьявола вот она что эти предатели рода человеческого которая магичат голдуют и уничтожают собственные души и затягивают туда же души других честных людей а каждой такой вот колдун вот он сам как портал вот такой как спиралька уходит и я вижу что отделяются души вот этих колдунов и они должны по законам кармы получить карму за их ложь воздействия вторжения в пространство числа светлых душ и за вторжение в пространство физическую реальность нашей священной вселенной нашего священного всесвяту они должны все уйти в небытие приказываем забирать их не ложь обман собирается туда откуда они пришли корма даю все чужеродные мы даем призывая все моем потенциал энергия частицы очищая восстанавливая наполняя энергию жизни гармонии процветания убирай все эти колбочки чипы импланты освобождая всю твою энергетическую о этот мальчик который вот так то с накидона на голову вот это раз вылетел вверх отказываясь от принимать эти все импланты приказывай этим упырям немедленно убирать этим колдунам все воздействия я вижу что ты вот так расторгаешь этот контракт заходить в преисподнюю то есть позволять себе принять вид раба вот она мне идет вот эти черные это вирусная программа отказывайся отказываюсь возвращает творчество весь творчество потенциал способность творить живо творить живые божественные энергии очищаю пространство поднимаемся максимально вверх ой какая интересно смотри вижу как этот портал куда эти беженцы зашли на самом деле никакие не беженцы захватчики она вы так выталкивается выталкивается и вот эта спираль на этот уран и уран наконец-то я его увидела его увидела из из-за этих черных энергий и вот эта спираль уходит очищаем всю нашу вселенную от чужеродных энергии от энергии захватчиков колдунов по воле только творцов восстанавливаем конной жизни гармонии процветания здоровья восстанавливаем наполняем и возвращаем первозданную структуру жизнь гармонию как она была до этих захватчиков жизнь возвращается на круги своя то есть вот эти круги которые были в этом шаре они захватили и сделали с них такой портал ведь все если каждый человек откажется выполнять вот эти гнусные ритуалы разные верить что он раб они творец тогда эти захватчики все исчезнут как роса на солнце просто испаряться потому что если им не давать энергию то они испарятся все у них появится шанс или даже появится шанс стать человеками то есть пойти по развитию и отказаться выполнять эти черные энергии ну или просто будут расформированы их души за ненадобностью потому что вселенная очень экономично ей не нужны вот эти ошибки до ошибки и рты которые не работают да то есть если какая-то душа не работает над своим совершенствованием значит эта душа не годится для прогресса для жизни согласен передаю информацию по эфирному пространству эти алгоритмы освобождения призыв кто готов принять информацию кто готов работать над собой очищаться призывая очищаться отказываться от жертвенности и подниматься вверх хорошо виктория поднимаемся вместе вверх посмотрю сейчас как я выгляжу ты светишься такой большой и вот так рукой твоей как волна такая твоя рука то было идти вожжи до модельной волной а теперь твоя рука но все вернул творчество на добро спроси виктория у меня все ли мы сделали для меня на этом сеансе да